Здравствуйте, я Красный Доктор и сегодня мы поговорим о практической части, как же бороться за коллективный договор или за изменение коллективного договора. Если кто смотрел предыдущие мои 5-6-7 роликов, то знают, что в поликлинике номер 52 Выборгского района города Санкт-Петербурга заключен новый коллективный договор в июне месяце. Где работники согласились с проектом администрации, проектом коллективного договора администрации и решили распрощаться с отпуском за вредность. Теперь будем платить за учебу за свое сами из своего кармана и нам все равно как распределяются стимулирующие премии, мы в этом участвовать не хотим. Вот за это мы проголосовали в июне месяце, всех поздравляю. Как же так, спросите вы, как же так можно было проголосовать за такие условия? Все просто. Это было просто вот цирк, такая постановка. То есть мы врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки, мы не можем поднять голову от выполнения своих обязанностей. Просто сидим с утра до вечера или сутками строчим, потом отдыхаем, потом снова перерабатываем, строчим. А вот группа, состоящая из желтого профсоюза, из администрации, юристов, отдела кадров и всему остального. Вот им больше заняться нечем, как взять и надуть нас. Но есть за что, потому что есть такое понятие, как фонд заработной платы. И он в конце года поделится как раз между теми, кто это все придумал и осуществил. Как же они это осуществили? Очень просто. Где-то месяцев за 8 нам раздали бумажки, что надо внести изменения в коллективный договор. Подпишитесь вот здесь, вот здесь и вот здесь. Выдвигаете каких-то там делегатов, они соберутся и проголосуют по поводу стимулирующих. Стимулирующих, да нет вопросов. Мы выдвинули от скорой помощи 5 или 6 делегатов. И потом это все как-то кануло в лето. Так вот, когда я спросил у юриста, а как же так, вы не позвали, что там, как вы, что это провели? Нет, нет, все, просто вам забыли довезти, сказал мне юрист. Подождите, подождите, у нас такая заведующая, она просто замучила нас все доводить. Мы расписываемся в каких-то там приказах, постановлениях техники безопасности почти каждую смену. Она не могла не довезти до нас. Ну ладно, до одного, ну до всех, нет. Нет, 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 все. Так вот, они там это все обстряпали, наши подписи там все есть. Наверное, бумажку положили сверху какую-то другую. И дописали, что коллектив представляет желтый профсоюз некто Вера Александровна. Отлично. Вера Александровна это такой старый профсоюзник, назначенный еще во время Олимпийских игр 80-го года. И за нее голосуют все только потому, что просто остальные не хотят. В этом профсоюзе стоит 20 человек из 0 и 30, из 460. Соответственно, просто чтобы не я. Вот они назначают ее всегда председателем, она там председателем уже много-много лет. То есть мы вот так, вот такая вот совершилась махинация. Получается, что Вера Александровна представляет коллектив, весь коллектив при подписании изменений в коллективный договор. И там подобных вещах. И вот Вера Александровна в положенное время выносит свой коллективный договор, который она сама написала. Туда, естественно, вносятся поправки от администрации. Вот это вот все так вот проводится. И там заранее уже срезаются всякие нормы. Но то, что я перечислил. То есть у нас отнимают дни отпуска за вредность. Некоторых вообще снимают. И все остальное просто ухудшающее наши условия. Кому интересно, можете посмотреть предыдущие мои пять роликов. Соответственно, за неделю до того, как принимать коллективный договор, выносится такое вот дело. Давайте изменения в коллективный договор. Когда профсоюз действия обращается, что у нас есть свой проект коллективного договора. На него так смотрят, просто кидают в урну. Ну не, нам это не интересно. Ну хорошо, изменения так изменения. Профсоюз действия подает 200 с лишним предложений по изменению конкретно коллективного договора. Проект коллективного договора администрации. Их тоже кидают в урну. Ну там вообще ничего не подходит. Вообще никому очень интересно. Можете посмотреть в предыдущих пяти роликах. Я рассказываю конкретно, что, как и почему это происходило. И в дальнейшем делегаты от коллектива приходят в зал в определенное время. Сидит администрация за трибуной и за столом. Сзади сидит такая же администрация. Там все в поддержку. И пришли делегаты от всего коллектива. И вот эти делегаты от коллектива, там были молодые девчонки. Я думаю это врачи были, я их не особо знаю. И они вообще не в курсе, что происходит. Ну я встал, там начал говорить, что товарищи, перед нами стоит такая ответственность. Это же коллективный договор заключается на три года. Если что-то тут нам не нравится, мы не должны прямо сейчас огульно голосовать. На это нам в Трудовом кодексе Российской Федерации выделяется три месяца. Мы можем три месяца ходить и обсуждать каждый пункт этого кол договора. Чтоб нам всем было хорошо. И все кричат уже, да садись ты уже там. Вот эта галерка такая от администрации. Садись уже там, нам идти работать надо. А ты мне там какую-то чушь говоришь. То есть, ну чушь заключается в том, что можно было бы за прозрачность фонда оплаты труда побороться. И не брать лишние смены, просто уже себе, потому что деньги в поликлинике есть, поднять зарплату точно на треть. Вот они там есть, но вот надо поддавить, поддавить, поддавить и поддавили. Во время голосования очень был прикольный момент. Это когда одна из вот этих делегатов, которая пришла, выбранная от коллектива, она спрашивает, а за что мы голосуем? То есть, человек сидит и она просто не представляет, за что голосует. Проголосовали из 15 человек за этот коллективный договор. 12 против 3. Причем администрация уже все сразу. Вы знаете, что будет, если вы не проголосуете. То у нас мы вообще не будем без коллективного договора. И вот этот отпуск, который мы все-таки вам разрешили за вредность, его вообще не будет. То есть, вот это вот юрист конкретно обманывает народ. То есть, я объяснял, понимаете, если мы сейчас не проголосуем за коллективный договор, то прошлый коллективный договор продлится еще на 3 года. И мы будем при тех условиях со своими 14 сутками дополнительного отпуска. Но меня никто не слушал. Ну вот не слушал, вот увидели вот то, что творится. И плюс вот в этом за что еще проголосовали. То есть, за коллективный договор администрации. И еще одна там такая маленькая фишечка, что в дальнейшем изменения в коллективный договор не надо никого больше созывать. За это будет отвечать Вера Александровна. То есть, вот Вера Александровна администрации приспичит еще внести изменения. То есть, еще ухудшить этот коллективный договор по отношению к работникам. И за это распишется Вера Александровна. Вот за это вот мы все проголосовали. Ну что делать? Я уже пришел на заключение коллективного договора. Я понимал, что администрация продавит это все. Все люди свои. Кто не свои, тот не разбирается вообще, что происходит. И мы собрались с правкомом. Это было уже в начале августа. Потому что в июле там в отпусках были люди. И мы в начале августа собрались с правкомом. Провели собрание. И у нас разделились там мнения. Одна часть правкома решила, что надо писать письма. Ну, нас должны услышать. Ну, как бы, у нас же все логично. Надо писать письма. Я говорю, да без лука писать письма. Давайте обратимся к Трудовому кодексу Российской Федерации. Потому что по Трудовому кодексу Российской Федерации изменения можно в коллективный договор вносить сразу же после того, как их заключить. То есть, без разницы когда. Для этого надо просто пройти ту же самую процедуру. То есть, большинство коллектива. И конкретно за какие-то изменения в коллективный договор. Ну, на правкоме все-таки, большинство все-таки это такое. Не давайте писать письма. В итоге мы написали 8 писем. 8. Эти 8 писем, они зарегистрированы. Я в этом ролике покажу эти письма. Ну, письма следующего содержания. Ну, должны же были им услышать. Я говорю, ну, как они должны были услышать, если мы от нас подняли 200, ну, там, больше 200 предложений по изменению коллективного договора. Они сказали, что там все нереально. Ну, говорят, ты же понимаешь, мы же там писали просто изменения. А здесь-то мы к приказам апеллируем. Видишь, у нас тут как все обосновано. Вот это вот. Ну, хорошо. То есть, обосновали, там внесли. По каким положениям приказам принесли, зарегистрировали. Два месяца ждем. Выбросили просто в урну наше предложение. Просто никто ничего не рассматривает. Ну, и сейчас как бы прошло уже два месяца. Все пожали плечами. Да, бестолку. Все было бестолку. Вот эти вот все 8 писем просто прошли мимо. Но там письма такие. Выдайте нам спецодежду. Выдайте спецобувь. Вот такое вот письмо. И почему нам должны давать спецодежду? Ссылка. И даже написано, где конкретно деньги нам выделяются. В какой конкретно статье вот эти вот деньги на спецодежду? Нафиг. Потом. А как у нас распределяется стимулирующая там такая бумага? Мы вообще не понимаем. Хорошо мы работаем. Плохо мы работаем. Почему фельдшерам дали 2000 стимулирующих, а врачам 16? В приказе написано, выполняют бригады общепрофильные одну и ту же работу. Почему такая разница-то в урну? Затем. Подождите. А почему с нас сняли отпуск? Вот у нас тут объяснение есть. Мы все сходили к юристу. Вот здесь вот все есть, как у юриста. Там он говорит, блин, это просто произвол, что с вас сняли отпуск. Ну вы же просто в коллективном договоре, вы же сами на это согласились. Мы сами на это согласились. Да блин, да это просто вот это. В урну. То есть получается, что вся администрация, все отделы кадров, юристы, желтый профсоюз, вот все объединились, а мы все разъединены. То есть нам навешали вот этой лапши на уши, мы сидим каждый в своем кабинете и смотрим, как нас там надувают. Просто каждый свой и не объединены. Поэтому профсоюз действия решил действовать по трудовому кодексу Российской Федерации. Всем же нравится по закону действовать. И провести процедуру для того, чтобы внести изменения в коллективный договор, который принят вот таким вот интересным способом. А главное вы понимаете, что даже тот коллективный договор, который принят таким интересным образом, теперь можно в любой момент исправить. Потому что Вера Александровна после вот этого голосования обладает правом подписывать за весь коллектив вот это все. Что же предлагает делать в городской поликлинике номер 52 Выборгского района города Санкт-Петербурга? Предлагает объединиться всему коллективу и конкретно провести следующее действие. Мы все понимаем, что у нас наше подразделение, наш коллектив состоит из 460 человек. И соответственно мы работаем кто сутками, у кого дневная работа, у кого вечерняя работа. Вместе собраться нельзя. Но опять же нам Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет право собираться отдельно по подразделениям. То есть от профсоюза действия будет приходить в каждое подразделение человек или несколько человек. И мы будем протокол собрания, в котором будет одна и та же повестка. То есть повестка будет состоять буквально из двух вопросов. Первое. Голосуем за проект изменения в коллективный договор. И второе. Чтобы представлять на коллективных переговорах, весь коллектив представлял профсоюз действия. Мы это проведем по подразделениям. Я покажу как этот бланк будет выглядеть. В дальнейшем мы сложим все эти протоколы. Так как там будет одна и та же повестка, одни и те же вопросы. То соответственно мы посчитаем потом сколько голосов будет за это дело. И соответственно примем решение выходить с поправками или нет. Также надо будет вступить в профсоюз действия. Или второй вариант. Написать доверенность, чтобы профсоюз действия представлял интересы. Самое лучшее конечно вступать в профсоюз, чтобы чувствовать себя именно объединенными перед вот такой администрацией, которая просто шагает по головам и ей все равно. Итак, варианты есть даже для разрозненного коллектива. Повторюсь. Протокол с одной и той же повесткой. Доверенность и заявление в профсоюз. Вот так вот мы будем действовать в ближайшее время. Присоединяйтесь к борьбе за свои права. Всех интересует как выглядит тот или иной документ. Поэтому я уже вывешал под своими роликами как выглядел наш проект коллективного договора. Как выглядели изменения в коллективный договор администрации. И в этом ролике я соответственно вывешу как выглядит предложение работников по изменению и дополнению коллективного договора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения в здравоохранении. Городская поликлиника номер 52 от профсоюза действия. Обратите внимание, достаточно простая форма. Всего лишь три колоночки. Так и первое название пункта, второе это вот такие слова как начиная со слов таких-то, таких-то изменить. Или же такой-то, такой-то пункт изъять. Ну и еще о том, как вот нас обманывают постоянно. Например, перед коллективным договором была такая конетель, что типа вы прочитаете Трудовой кодекс Российской Федерации, вам положено только 7 дней отпуска. И когда народ стал просто так вот гудеть, вот так вот просто гул снизу, стал подниматься, они испугались такие, ну ладно, хорошо 10. А отдел кадров при этом выкрикивало, еще у вас, или 11 там, 11, и еще у вас 3 дня отпуска, получается 14. То есть совсем недавно, вот только что вы говорили, что только 7 и все, это по закону. И вдруг выползло 11, и это тоже по закону. Чувствуете, что вот вранье постоянно. Или, например, юрист, который говорит, снимать нельзя. Вот нельзя снимать персональные данные. Но подождите, вы же юрист. Вот вы мне на лапшу на уши повесили. Я тут понимаю, что ничего особого я здесь не выкрою. Но в дальнейшем мы будем снимать, потому что нету ничего. Это собрание. На собрание снимать можно, потому что это собрание, это касается многих. И мы будем снимать это все на собраниях. Ну и еще такой момент был. Спускаются после этого голосования вот эти голосовальщицы, представители от коллектива в лифте с 4 этажа, одну другую спрашивают, за что мы голосовали-то. И та отвечает, да за то, что мы будем работать и теперь по субботам. Ааа, какие мы дуры! Ну, товарищи, такие вот у нас перспективы. Ничего не заканчивается. Главное уяснить, что борьбу надо вести постоянно. А главное, ее можно вести постоянно. И не забывать, что главное орудие борьбы – это забастовка. Если мы не добьемся на переговорах чего-то, только скорой помощи нельзя бастовать. Всем остальным можно. Просто есть там нюанс, есть конкретное количество работ, которые должны выполняться забастовщиками при тех или иных случаях. Еще раз говорю, только скорой помощи нельзя бастовать. И только скорая помощь от медиков бастует по всей стране. Будьте с профсоюзом действия, ну и будьте здоровы. А пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok